Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освящению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Около двух миллионов школьников в Таджикистане сели за парты в этом году. Родители обязали покупать школьную форму для своих детей только отечественного производства. Причем реализовывали единую форму прямо в школах. Цены на школьную форму оказались достаточно высокими, а качество оставляет желать лучшего. Тему продолжит Амунджон Мухеддинов из Курган-Тюбе. С каждым годом требования Министерства образования и науки Таджикистана к школьникам усложняются. В этом году во всех школах страны введена единая школьная форма. Родители, проживающие в селах, где очень высок уровень безработицы, это нововведение не одобрили. 42-летняя Барно, жительница Бахтарского района, одна воспитывает пятерых детей. Зарабатывает она на жизнь, занимаясь уборкой в школе. Ее зарплата 240 сомани, что эквивалентно 30 долларам. Барно должна была до начала учебного года купить школьную форму для троих детей, но у нее не было финансовой возможности сделать это. Троим детям надо купить обувь. У меня сын пошел в первый класс в этом году. Мне нужны три пары обуви. Если подсчитать по 60 сомани, то в год получается 180 сомани нужно потратить только на обувь. А кроме этого нужна одежда, тетради, книги. В прошлом году нас вынудили покупать школьную форму. Мои дети поносили ее в начале сентября и все. Потом перестали надевать эту форму. У меня нет возможностей и я не буду ее покупать. У меня трое школьников, а у некоторых в селе по четверо и пятеро школьников в семье, а то и семеро. Как им быть? Все возмущаются. Лучше пусть родители сами выбирают и покупают на рынках вещи для детей. Цена единой школьной формы в городах и районах Атлонской области отличается. К примеру, в районе Бахтар форма для одного школьника колеблется от 140 до 180 сомани. Это порядка 15-20 долларов. Для родителей это очень дорого. Им легче покупать форму на рынках. Кроме того, школьникам необходимо докупать обувь и канцелярские товары. У Гулбахор четверо детей. Она не может купить все необходимое для своих детей. Неважно, какая у ребенка одежда. Важны знания и образование, поведение, дисциплина. Но что все в конце концов прицепились к форме? Я участвую во всех школьных собраниях. Директор школы нам говорит, что форма – это лишь рекомендация Министерства образования. Можно ходить и в национальных платьях для девочек. А потом за глаза говорит другое. Я, как и все матери, хочу, чтобы мои дети были образованы, чтобы не болтались по улицам без дела. Но не у всех есть возможность покупать школьную форму. Домохозяйки отмечают, что не покупают каждый год новую форму. Школьная форма от одной дочери переходит к другой. И покупать одежду каждый год нет необходимости. Таким способом они экономят. Однако в этом году у каждой школы свой дизайн формы. Учителя вынуждали родителей заказывать единую форму, либо платить за нее в школьную кассу. Надира Икромова, преподаватель одной из школ Вахшской долины, рассказала, что по указу директора школы, педагоги в летние каникулы ходили по домам своих учеников и просили родителей оплатить за единую школьную форму. Порой некоторые родители разговаривали с ними в грубой форме и даже иногда выгоняли со двора. Мы ходили по участкам, по домам, просили всех покупать школьную форму, но никто не поддержал это предложение. Говорят, что у них нет возможностей. В одной семье по пятеро-шестеро школьников. По их словам, лучше покупать форму на рынке. Младшие дети будут донашивать ее за старшими. Но как нам быть? Нас тоже вынуждает ходить по домам. Но у людей в селе нет таких финансовых возможностей. Руководство школы требует, чтобы каждый из нас продал от пяти до десяти комплектов. Мы в такую жару каждый день ходили по своему селу. Но результата нет. Вы думаете, нам так приятно унижаться и понижать статус школы? Но что нам остается делать? Министерство образования рекомендовало общеобразовательным учреждениям приобретение школьной формы путем заключения соглашения с отечественными швейными предприятиями. Несмотря на явное недовольство со стороны родителей, власти Хатлонской области все же одобрили инициативу Министерства образования, считая ее фактором повышения уровня порядка в школах. В течение года в Хатлонской области открылись новые швейные точки. Малика Шукурова, заместитель руководителя отдела образования и науки Хатлонской области, говорит, что цены на школьную форму разные, и родители могут заказать одежду на любом швейном предприятии, которые имеют соглашение с Министерством образования. Они покупали разную форму на рынках. Могли купить черного и синего цвета, либо покупали разноцветную одежду, в которой школьники выглядели, извините, как актеры из балагана. Цель была предотвратить эти явления. Некоторая школьная форма была очень низкого качества. Из-за синтетического материала в составе одежды возникали кожные заболевания. Согласно стандартам, состав тканей школьной одежды должен состоять на 60% из хлопка волокна и на 30-35% из синтетических нитей. Однако внешний вид новой формы снова не устраивает родителей, в основном из-за фасона и некачественного материала. Эксперт Биберокия Абдулоева поддерживает инициативу Министерства образования по переходу школьников на единую форму, но предлагает дать определенные льготы для семей, у которых нет финансовой возможности покупать школьную одежду. Это хорошо, что в начальных и средних школах внедрили единую школьную форму. Не будет разделения среди богатых и бедных учеников. Это как было в советское время. Мы носили школьную форму, школьников было легко определить по одежде, смотреть на них очень приятно. С другой стороны, цены на школьную форму, которая шьется в местных цехах, очень высока. Было бы хорошо определить стоимость, исходя из финансового состояния семьи, и брать во внимание, что в некоторых семьях есть по три или четыре школьника. На пресс-конференции в середине июля глава Минобразования и науки Таджикистана Нуриддин Саид заявил, что в целях реализации программы импортозамещения министерство дало поручение, чтобы все учебные заведения использовали только местную продукцию. Становится понятно, что Министерство образования пытается стимулировать швейную отрасль. Если все школьники Таджикистана будут одеваться у отечественных производителей одежды, то швейные цеха смогут хорошо заработать. Однако отечественная швейная индустрия пока не может конкурировать с иностранными аналогами. Эксперты утверждают, что тенденция по поиску путей выпуска конкурентоспособной продукции, безусловно, является положительным фактором в развитии экономики Таджикистана. Репортаж подготовил Амунджон Мухеддинов из Кургантюбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.3wkabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова